Разговор о поэзии, как и в знаменитом стихотворении Маяковского, это всегда разговор о времени, о его взлётах и провалах, хитросплетениях и знамениях. Так уж устроены поэты, они всегда на острие событий. В литературных залах историко-художественного музея каждый стенд — это эпоха, исторический перелом. Дмитрий Кедрин, Николай Глазков, Михаил Кульчицкий. У всех у них непростые судьбы и какая-то магическая связь с родной землёй. Юрий Петрунин входил в поэзию в самые романтические и бурные 60-е годы, когда поэты собирали стадионы и площади. Сам он тоже выступал на площади Маяковского у легендарного памятника и, конечно, оценивает свою жизнь через призму того времени, когда молодым инженером приехал в Мытище и увлёкся поэзией. После окончания литературного института возглавил литературное объединение, которое стало носить имя Дмитрия Кедрина. Тогда и начинался подъём мытищинской поэзии. Был наиболее заметный приток талантливых людей. Они, естественно, в 70-е начали раскрываться, стали в конце книжки выпускать, а потом они в полный рассвет входили. В литературное объединение приходили люди, уже состоявшиеся, сделавшие карьеры в науке, на производстве, на госслужбе. Но поэтическое слово прочно вошло в их жизнь. И можно сказать, что в литературном объединении родилась своя поэтическая школа. У нас создалась такая некая почва для того, чтобы прорастали ростки. И не только сочинительские, нужны же слушатели. Нужны и те, кто понимает, и кто тянется к этому. И вот эту почву мы постепенно, я думаю, мы её создавали. Знание стихов – это такое богатство, которое у тебя никто отнять не может. Вот чем ты обогатился, хоть с детских лет, хоть позже, оно уже у тебя в голове, оно всегда с тобой. А это в какой-то определенной ситуации может тебя просто спасти. Ежегодно лит-объединение выпускает сборник «Кедринцы», в котором публикуются новые произведения членов объединения. Юрий Яковлевич – общественный редактор литературного альманаха «Полдень». А всего за эти годы выпущено более 250 сборников и книг стихов. Среди них многие посвящены родной мытищинской земле. А последний сборник так и называется – «Большие мытищи». Проза, публицистика, стихи к 400-летию городского округа. «Большие мытищи» – оно действительно именно символическое, потому что оно и историческое село так называлось. А теперь мы уже стали просто как бы даже городской мытищей, но мы на самом деле большие. Талантливые стихи не умирают. Они переиздаются, возвращаются после забвения из небытия в самую гущу жизни, переходят из века в век, из прошлого – будущее и навсегда остаются с теми, кто любит поэзию и родное слово. В этом абсолютно убежден Юрий Яковлевич Петрунин. И это дает ему уверенность в завтрашнем дне поэзии. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый мытищинский.